здравствуй уважаемый зритель подписчик и случайный зритель тема видео него и коррозия швов у меня пока коррозия эти стыки не повредила вроде все нормально заводская краска купил баллончик преобразователя ржавчины с мавилем такой совместный какой-то не знаю сейчас изнутри снимем пластиковые накладки снимем солнечный козырек и там будет отверстие я думаю изнутри все зальем изнутри чтобы ржавчина не было ржавчина здесь почему получается зимой в машине тепло снаружи холодно что образуется у нас конденсат здесь металл на металл и внутри образуется ржавчина и начинает у нас свисти так что пошлите в салон разберем и попробуй у меня сегодня помощник новый оператор это знакомьтесь мой кот пушок он сегодня у нас за главного накладка у нас держится на трех саморезах убираем саморезах убираем саморезы потом задней части ну возможно пороги можно будет открыть посмотреть какие в каком состоянии швы я имею ввиду так накладочка здесь просто вот видите убирается ничего страшного ну и того а вот это надо еще убрать тут самый такой большой доступ под крышу у нас получается с вами собирался с весны представляете и все чет никак не получается так сегодня вроде выходной думаю да пойду посмотрю как это все можно сделать так но все открутили ну и вот смотрите видите доступ вот палец туда умещается то есть шов у нас примерно вот здесь вот находится вот так вот шов вот он идет но он внутри есть вот отверстие от самореза его здесь ну смотрите что у меня есть так мориль с преобразователем ржавчины в комплекте профессиональный распылитель я уже попробовал давление у него конкретное такое ну что давайте смотрите сейчас вот отсюда пробуем отсюда зальем сюда зальем с этой стороны брызгает вообще прям очень прикольно я думаю все равно упадет потому что посмотреть я по-другому ребята чет не получается но и в само отверстие вот это там прям слышно как заходит прилично ну и вот по всей стойке все это мы зальем и снизу и сверху может быть растечется не знаю конечно бы в принципе можно здесь дырочку просверлить и прям чтобы на шов попало но давайте наверно не будем портить побольше туда зальем как проверить я не знаю достала она не достала но короче во стороны я забрызгал она это не пьяна но жидкое вырезает хорошо баллон стоит 240 рублей по-моему но он очень большой вот в принципе то и все сколько мы потратили сами не более 5 минут ну я думаю эффект будет хороший сейчас я соберу все обратно и пойдем попробуем заднюю стоечку открыть вот смотрите задняя стойка вот он шов я вот эндоскоп сюда засовывал и было видно изнутри сейчас отсюда трубочку поставлю и зальем а вилем изнутри это вот так выглядит вот я пытался разобрать в принципе можно но неудобно здесь поэтому с той стороны будем залить что давайте попытаем и здесь как раз прям залетает туда влага прям на этот шов так но получится не получится так вот там на шов направил короче где доступные места есть ребята все море морили одного нашего низ потекла у меня как ну что у нас там попал не попал интересно конечно я думаю таким напором по любому попадет смотрите вот вот здесь вот он стекает но она куда-то ниже вниз побежит как раз там где всегда бегает убегает вода застынет и будет я думаю все отлично шел на другую сторону сразу вот сейчас он подсыхает и трубочка такая знаете липкая становится трубочка тоненькая и достает везде прям вот идеально смотрите хопа так здесь я эту сторону не разбирал потом подсохнет посмотрю эндоскопом вот примерно как я достаю смотрите вот прям как раз в этот шов упирается вот если так засунуть морить спереди я все уже обработал куда мы еще можем достать его за 200 рублей все швы можно как говорится замовилить вот карман посмотрел где я заливал все стекло вниз ребята то есть когда вы моете машину все стекает туда влага сохраняется поэтому так как у меня осталось я забрызгаю все швы напор хороший давайте попробуем прям вот сверху как она брызгает отлично отлично стесняться не нужно все какие швы есть то есть принципе я забрызгал вообще отличную камеру вот сейчас ну вот смотрите с другой камеры показываю задний правый карман что там видите мобиль набрался и палочка торчит это я снизу через резиновую пробку засунул чтобы мобиль немножко стек вот так примерно это и происходит то есть все такие места можно самостоятельно взять также баллон еще остался задней крышке есть специальное отверстие также можно забрызгать и туда ухты а наш вылетает напор прям добротно ребята так сколько у нас их отверстий два отверстия у меня вроде я как бы и делал но хуже думаю не будет все равно забрызгаем баллон куда-то девать надо все равно сейчас крышку опустим он уже стечет правильно вот он уже капает ну и под капот как она идет а отлично идет потому что капот тоже ржавеет у меня вроде броня наклеена вот смотрите со швов вылетает отлично так протечет потихонечку достаточно достаточно одного баллона сейчас с той стороны обойду хороший напор прям я доволен заднюю накладку открутил вот смотрите здесь такие резиновые клапана видите стоят то есть когда машина закрываете дверьми хлопайте они открываются ну вот в принципе забрызгал два клапана можно еще обработать видно что грунт внутри есть на металле находится грунт я думаю всем понятно сами попробуйте автомобиль недорогой 200-250 рублей полчаса времени я думаю хуже автомобиль мы не сделаем так что все кто смотрел кому понравилось кому было полезно ребята лайк и подписка вам спасибо что смотрели пробуйте так же как и я пробую все пробую на своих как говорится ошибках показываю вам выберите все самое полезное для себя все ребята давайте пока пillo пillo м м м м м м Продолжение следует...